первая накачка лодка хочу представить лодку которая называется белуга black 430 она же корсар командор 430 версия про видно какого лодочка размера справиться с ней можно только вдвоем минимум вдвоем накачка тоже происходит только электронасосом потому что ногами ее качать очень долго очень долго и очень тяжело данная лодка покупалась для ладоги она имеет огромный огромный баллон где-то вон там были вот мы сейчас на ладоге находимся я на ладоге первый раз отлываю да все благодаря вот этому чуду японской техники под названием 60 сантиметров это тоже конечно хорошо но я маха лучше ткань ткань по 1100 грамм на квадратный метр так ну вот мы на острове у нас где-то там далеко нашему нашу лагерь плыли где-то час с копеечкой да не нет по по движку по движку час 15 там же все пишет чем от были на мостах остров остался моторчик обкатывается вера доволен уже я тоже доволен гимс там не встретился если встретим гимс таким что же будут того сейчас будем гонять на 30 ники но видно как лодка насколько лодка устойчивая то есть ее перевернуть даже на 30 лошадиных сил практически невозможно а а а а а по всей длине что как бы безопасность увеличивает есть до что схватиться так это берегла ноги люди отдыхают евгений по машине раз газа вот как она поднялась смотри нос видел как а вот на глиссируешь ругаешься ну у этой лодки есть конечно недостаток она мобильной мобильной является достаточно условно то есть ее вот одному даже в машину не засунуть чтобы выложить в youtube скорость с тридцаткой где-то а потом послушно порядка сорока трех километров в час сегами дурак катался на этой вот что значит грузоподъемность у нее порядка порядка тонны то есть я лично в нее грузил где-то порядка 600 килограмм то есть пять человек плюс вещи и это не предел далеко не предел давай давай греби себе давай лодка очень прочная то есть я ее пользовался три сезона за три сезона особых проблем у меня не было паёлы паёлы все обрамлены алюминиевым профилем вот их сейчас видно скорость так но это следующий выезд на ладогу уже нас пять человек пять человек плюс вещи плюс лодка еще одна в кокпите находится для того чтобы можно было рыбачить две лодки идем на острова впереди видно корабли на лиде Это бухта Бетрокрепость. Женя, посмотри в кадр. Место глотки просто полно. То есть для таких путешествий отличный вариант. На острове, на одном из островов на Ладоге красота. Мы приехали на остров, на другой немного, не тот, который мы были. Сейчас, по-моему, половим немножко, поедем обратно. Вот там у него дурит, а мама не горюй. Мы взяли с собой другую лодочку, ее накачали. Был мой, есть две лодки на островах уже. Это я решил прокатиться немножко, размяться после рыбалки. Так, это следующий, следующий выезд уже. Начало сезона, насколько я помню, 13-го года. Это майские праздники. Вот он, опыт. Бля, вырубай вот этот, все, уже поедем, не вставим. Вот этот вырубай. Вот вы качаю сразу двумя насосами. Потому что даже одним электронасосом качается очень долго. Ну вот здесь мы идем на глиссере. У нас вещи, паланки, спальники, все. Все находится внутри лодки. И плюс еще второй мотор запасной. Трешка. Держи поддак! Все, твоя душа довольна. Выключай камеру. Два градуса! Выключай камеру. Я же тут вошла. На острове лодка стоит. Наши вещи. Еще лед не растаял даже. Вон лед. Еще не растаял. Но уже тепло. По островам. Волна довольно сильная. Чего? Никогда не поймали. Что, рыбак, скажи что-нибудь. Саша даже не пил. Да. Пришлось пробираться через что? Через дебри. Болото. Через болото. Из весеннего болота. Чего там у нас эхолот покалывает? Рыбы нет. Ладочек, какая лодка грязная. Я даже показывал, что она грязная. Ладога. Ладога. Ладога пушевая. Ладога пушевая. На островах поставили трешку. Простор-то какой. Да душенький. О, смотри, там трава. Может туда поплывем? А вот. А хотя нет, там полные будут. Давай за остров, что ли. Что-нибудь поймали. Зацепа было не очень много. Вот совсем на моторе. Идет. Сейчас порубили лед. Это давало видео, а то что надо было снять. Как мы с разгона в лед. Все, мы отплываем обратно. Там вот льды мы пробирали сейчас. Лед немножко покрошили. Пока мотор пробивается. Сейчас попробуем на трюхе пойти обратно через Ладожское озеро. 17 километров. Не спрашиваешься. Ну, что? А что? Если даже на полной скорости головы едет. На 2 часа? Так, подожди. Отправим, короче. От островов решили провести их эксперимент на трюхе, на трешке. Пройти 17 километров от островов до нашего берега. Волна приличная, треха, тянет километров 8. А полный кайф. А быстрее она не поедет. Больше не идти она не поедет. Просто скидывай, когда большая волна. Отпускает все. Мы все равно на такой волне, Гер, на нормальном кризисе не пошли все равно. Чего? На такой волне, против волны на нормальном кризисе. Но вы все были мокрые. Руха справляется с этой задачей нормально. Это генесло. Острова остались. Саша лежит. Саша, посмотри. Саша, шайтан. Мы приплыли, мы приплыли через Ладожское озеро, проплыли вот на этой маленькой штучке. Нет, вот на моторчике. Ты с ними им покажи, что здесь волны нет. Здесь красота. А там вот творится уже что. Ну и напоследок решил, решили немножечко прокатиться. В общем, для больших водоемов лодка шикарная. Я ее продал, потому что на Ладогу выезжал нечасто. Там пару раз в сезон. Хранить такую лодку смысла я не вижу. А так лодка просто супер.